Всем привет! Сегодня 17 сентября 2020 года. Я иду из гостеприимного ресторанчика Тануки, который обеспечил меня сегодня мобильным офисом, и я смог очень хорошо и ударно поработать. Эти дни я не вел блог, сосредоточился немножко на другом. Сделал, во-первых, запустил на ютубе новый плейлист, который назвал «Я вспоминаю», где буду публиковать временами, не думаю, что очень часто, но буду что-то туда выбрасывать из своих воспоминаний, подкрепленным видеоконтентом. В частности, первый мой выпуск – это был рассказ о мюзикле «Любовь и время», где я был режиссером и исполнителем партии Квазимода и Клопена по мотивам мюзикла «Нотр-дам де Пари». Наверху давайте дам ссылочку, чтобы вы могли посмотреть, если еще не видели. Реально интересный материал, и на него откликнулось уже очень много людей, от которых я даже не ожидал, что они смотрят мой блог. В том числе даже мои одноклассники о школе мне написали на фейсбуке. Очень приятно, и я рад был видеть в комментариях на фейсбук. Действительно интересная работа. Я исполнил в первых четырех премьерных спектаклях сразу две партии. В одном спектакле и Квазимода, и Клопена. Это просто аналогов в мире не существует. Это безумие, сумасшествие и, конечно же, такой театральный и актерский рекорд. Поэтому, если интересно, посмотрите. Сегодня бабушку положили нашу Машу в больницу снова. Грустно очень, но главное, что вовремя успели. Об этом я еще расскажу в этом блоге, поскольку это будет видеообзор сразу нескольких дней. Бабушка, перед тобой будет выступать твоя правнучка Даниэль Акимова. Просим на сцену. Очень приятно. На сцену, Даниэль. Поворот на бабушку. Всем привет! Я Даниэль Акимова, мне шесть лет. Я люблю петь, танцевать, рисовать, играть. Я сидим с моим и смотреть музыку с моим любимым ежечком. Подготовила стихотворение. Я хитрый ежик-судачок, шил колючий пиджальчик. Булава на груди стоит голубой зати, ходит вверх в саду по травке, натыкает на булавке, гружу, сливу, любой плод, что по дереву найдет. Так, теперь про осень. Нет. Да. Про осень. Эй, 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 вы в зале, слушай, кому не лейдет. Да, мы не казались побудто ночедей, засунув немного глубже. Я поняла, что ведь ты, я, ведь я, как ты, я, ведь ты, как я. Да. Да. Хлоп. Капы. Нет. Эй, эй, эй. Собянул, не торопишь, вспомнишь. Эй, эй, эй. Мы только учим вам о моей дружбе. Урок ведь это дадим. Мы считали, что разве все словно пение ночи тьма. Пока твой лайк спарку не открыла нам глаза. С тобой останусь я в любых условиях. И пусть разыщай мы яводушку с каждой стороны. Зоветесь не вели, отброситься с наглась и прочь. Проблемы школы, мы сумеем быть. И превозможь. Давай, пивай. Пытом, поворот. Как один, напишите. Мы, я, держу, давай. А что ты на три листа у меня есть? А это на два. Молодец. Ну, давайте начнем с приятного. Покажу вам, как мы с дочкой пошутили на днях. Мама наша, Катя, уезжала и сказала, что дочку надо приучать работать с камерой. Что, Рома, ты же актер. Давай, учи снимать новости. Я говорю, какие новости, на какую тему. Она говорит, ну, на какую хотите, я уезжаю. И мы сняли новости. С вами программа новости. И главная новость этого часа. Мама уехала. Нет, я не так это говорю. Мама уехала. Мы худо-бедно стали ходить в фитнес, но малышка стабильно ходит два-три раза в неделю. Фитнес называется «Любей фитнес». Находится в совхозе имени Ленина. Мы туда ездим за МКАД, но благо живем рядом в Царицыно. И дочка стала серьезно заниматься плаванием и делает успехи. Кстати, что ни говори, но совхоз имени Ленина действительно какое-то удивительное место, где остался коммунистический рай на земле. Там потрясающий парк, называется Лукоморье. И он совершенно бесплатный. Возьмите на заметку, если там бываете или рядом живете. Для детей там очень много всего организовано того, что стоит больших денег, если ехать куда-нибудь в аналогичные проекты, которые есть в Сокольниках, в парке Царицыно. Там чумовые лазилки. Давайте я вам покажу. И все это бесплатно. И вот наш бесстрашный ребенок уже лезет на высоте. И все это бесплатно. А я продолжаю путь домой под дождиком. Благо он уже не такой стрёмный, как обещали, но сегодня в Москве был настоящий климатический апокалипсис, куча штурмовых предупреждений и смски от МЧС, затопы, потопы. Я все это встретил на каршеринге, когда ехал за бабушкой. Мама взяла удар на себя. На такси приехала, забрала ее, вызвала скорую помощь. У нее обнаружили небольшой застой в легких, но в этот раз не дошло до воды в легких, потому что это у нее в связи с сердечной недостаточностью. Но все-таки были вынуждены ее отвезти в больницу, в Коломенское. И там она находится. Я поехал помогать маме, потому что она после инфаркта, который у нее был летом, ей сложно переносить все эти нагрузки, тяжести, приемное отделение, долгое ожидание. И один я только после того, как мама уже провела в больнице пару часов, провел после этого еще полтора часа. И бабушку наконец-таки положили. Долгое ожидание в приемном отделении, сбор всех анализов, проверка на отсутствие коронавируса и так далее. И вот бабушка уже в больнице. Устала уже? Да нет, честно. Что делать-то? Еще дать водички попить? Нет, ну понятно. Не звонила, не приехала. Нет, Света еще не приехала, она только поехала. А что она думала? Едет в такси, все хорошо. Я вас люблю, целую на улице Ливень. Мама, веди себя хорошо, слушайся врачей. Ромашка, спасибо тебе большое за помощь. Спасибо, милая. Все дожди и буша, да? Да, Ливень. Света, не волнуйся, мы тебе привет передаем. Хочется. Видишь, какая красавица, да, у нас? Да. 90 лет не дают. Никто не дает, говоришь, что я профессиала. Сейчас уже наша очередь, надеюсь. Что, ушли? Нет, сейчас мы следующие с тобой кровь сдавать, и все. Она никого не пустила? Никого не пущила. Сказай, скажи, что баба что делала. Сказал, да, сказал. Вот такой ужас за окном. Ужас в мире. Ничего не видно. А это мама модного блогера, которая тоже ведет такие мини-блоги и присылает мне прямо из такси. А вот такой дождь я увидел, когда выходил из больницы. Чудом мне удалось найти каршеринг и выбраться из этого кромешного ада в ресторанчик Тануки у себя рядом с домом на Липецкой. Вышел из приемного отделения больницы имени Юдина. Ливень идет стеной. Бабушку положил. И сейчас забронировал каршеринг, чтобы доехать до Тануки и устроить там мобильный офис, продолжить там работать. Потому что дома малышка, конечно, не даст мне поработать. Начало 12-го я еду в лифте, возвращаюсь домой. Кстати, про малышку. Я ей каждый вечер выдаю виртуальные талоны в ее электронной очереди, что я ее буду укладывать спать. Вчера я обещал, но сегодня не уложил. Она уже мне высказала все, что думает по телефону. Сказала, что у меня штраф теперь. Целых три раза я ее должен укладывать. Так что мне предстоит. За эти дни мы, кстати, провели очень крутой юбилей двойной. У нашей бывшей пары молодоженов, им было по 35 лет, вот такой двойной юбилей 70 лет, мы сделали в загородном доме. Внимание, поздравления, цветы и подарки. А сады, вы становитесь на мое место. Тогда уже все приедут. Мы сейчас начнем потихонечку, да, чтобы те, кто здесь, уже могли выполнить эту миссию и расслабить. Ну вот увидел себя в маске к Желевской и сразу вспомнил про коронавирус. К сожалению, сейчас статистика по Москве снова растет. С 500 случаев в день она дошла. Уже сейчас 730 случаев, второй день подряд. В общем, хорошего мало. Уже даже закрываются. Детские сады, образовательные заведения. Это широко не афишируется, но у меня многие даже и студенты, вузы, я знаю, перешли на удаленку. Ну, буду надеяться, что все это пройдет. Вот таким вот был этот день, 17 сентября, и несколько предыдущих. Всего вам доброго, до новых встреч. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»